МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предварительные итоги выборов в Десногорский городской совет. Новые силы, молодые силы, они должны принести и плодотворный результат для жителей. Управление по делам ГООЧС отчиталось о происшествиях за прошедшую неделю. За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 646 сообщений. А теперь подробнее об этих и других новостях. Из полуразрушенного здания в новые квартиры. В регионе возобновилась программа по переселению смолян из аварийного и ветхого жилья. Первые переселенцы уже осмотрели свои квартиры. Ранее на личном приеме граждан к заместителю председателя Государственной думы Сергею Неверову обратились жители старого барака в городе Смоленск. Дом, находящийся в аварийном состоянии, построили еще в 1950 году. Жильцы сами проводили воду и канализацию, а также укрепляли потолок и полы. Одна из жительниц дома рассказала, что в ее квартире все держится на гвоздях и что она уже долгое время борется с сыростью. Сергей Неверов оказал поддержку жильцам и уже осмотрел новое жилье. Как только все документы официально оформят, смоляне смогут переехать в новые квартиры. Отметим, что федеральная программа будет работать до 2024 года. Новое жилье получат собственники, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года. 10 сентября представители городских служб подвели итоги работы за прошедшую неделю. Какие вопросы обсуждались на совещании, смотрите в сюжете. Началось совещание с подведением итогов выборов 5-го созыва в Десногорский городской совет. Так, по результатам голосования, 7 мандатов получили представители партии «Единая Россия» и 2 мандата «Самовы движенцы». Партии КПРФ и ЛДПР забрали 5 и 1 мандат соответственно. Вячеслав Сидунков сообщил о завершении подготовки инженерных систем города к предстоящему отопительному периоду. Культурной жизни города полным ходом идет подготовка к 45-летнему юбилею города. Праздничные мероприятия 14 сентября традиционно начнутся в 10 часов утра с шествия трудовых коллективов. В 12.00 будет дан старт фестивалю «Планета баскетбола», который пройдет на баскетбольной площадке 4-го микрорайона. В 14.00 состоится торжественное чествование жителей, занесенных на городскую доску почета. А основной площадкой праздника станет, конечно же, летняя эстрада. В хедлайне нашего мероприятия будет Ольга Серяткина, артистка под псевдонимом «Молли». Приглашаем всех жителей и гостей города разделить с нами торжественные события. Все мероприятия продлятся с 11.30 до 22.00. Более подробную информацию о предстоящих событиях можно узнать на сайте администрации города. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. 9 сентября около часа дня на последнем этаже дома номер 14 2-го микрорайона произошло возгорание балкона. Прибывшие к месту вызову спасательные подразделения оперативно ликвидировали пожар. Распространение огня в жилые комнаты допущено не было. В результате случившегося огнем уничтожена мебель и личные вещи. Предварительная причина инцидента – неосторожность при курении. По всей России улучшилось положение на рынке труда. К такому оптимистичному выводу пришли эксперты. Единственный регион, где не произошло положительных сдвигов – это Хакасия. Комплексным показателем благополучия является индекс рынка труда по итогам 2018 года. Он учитывает 9 показателей – размер зарплаты, уровень занятости, условия и емкость рынка труда и коэффициент напряженности. В ходе исследования выяснилось, что по сравнению с 2017 годом снизился уровень безработицы, сократилось среднее время поиска работы, выросли зарплаты. Эксперты ожидают, что положительные тенденции продолжатся и в 2019 году. Они ожидают увеличения зарплат и сохранения низкого уровня безработицы. 8 сентября в России прошел единый день голосования. В Смоленской области отдать свой голос пришло более 40 тысяч человек. За своих кандидатов в тот день голосовали жители 12 муниципалитетов региона, включая Десногорск. О результатах выборов в Атомграде – далее в сюжете. 8 сентября в 20 часов на 15 избирательных участках завершилось голосование по выбору депутатов Десногорского городского совета 5-го созыва. Свою политическую волю изъявили около 8 тысяч избирателей. Количество избирателей в этот раз на избирательных участках превысили, будем так говорить, свой процент. 2014 года было 27, теперь 33,8%. По предварительным данным, из 15 депутатских мест 7 горожане доверили партии «Единая Россия». 5 мест в городском совете займут представители КПРФ. Также среди депутатов 5-го созыва – представители ЛДПР и два самовыдвиженца. В ближайшие 5 лет обновленный городской совет будет участвовать в решении проблем жителей Десногорска и оправдывать возложенное доверие избирателей. При этом характерной особенностью уже нынешнего созыва можно считать более молодой состав депутатов. «Совет помолодел, и поэтому новые силы, молодые силы, они должны принести и плодотворный результат для жителей, чтобы люди действительно это ощутили и почувствовали в каждом своем дворе, в каждом своем округе». Несмотря на то, что почут голосов избирателей завершен, официальное опубликование результатов выборов ожидается в ближайшее время. «Через неделю мы дадим полную информацию, будут опубликованы итоговые протоколы участковых комиссий, и каждый кандидат избирателей может посмотреть, сколько голосов кто набрал». Олег Соловьев, Андрей Прохоров, Александр Ерофеев, Десна-ТВ В России вырастут ежемесячные выплаты на первого ребенка. Минтруд прогнозирует рост выплат на 7%, что в среднем составит 12 тысяч рублей. В 2020 году общая сумма пособий составит 150 миллиардов рублей. Это втрое больше, чем в прошлом году, когда на выплаты в связи с рождением первенца было выделено 50 миллиардов. В 2021 году сумма увеличится еще на 6 миллиардов, а через два года достигнет 164 миллиардов. Законопроект, который расширяет круг получателей ежемесячных выплат на первого и второго ребенка, был принят в июле этого года. С января 2020 года пособия будут выплачивать семьям, в которых есть ребенок до трех лет, и родители получают не более двух прожиточных минимумов на человека. Раньше дотации были положены семьям с детьми до полутора лет и доходом до полутора прожиточных минимумов. По прогнозам Минтруда число семей, получающих ежемесячные пособия, увеличится с 379 тысяч до миллиона. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник по делам ГОЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели Десногорского поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС города Десногорска привлекались для проведения работ. По вскрытию дверей один раз, по оказанию помощи скорой восемь раз. За семь дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 646 сообщений, из них 261 ложное. Поступило и отработано 14 просьб от населения. В регионе стартовали межнациональные патриотические сборы молодежи Кривичи. На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Смена» прошла церемония открытия лагеря, который будет работать до 14 сентября. Одна из основных целей сборов Кривичи – создание на региональном уровне единого межкультурного пространства, где юные смоляне будут обмениваться опытом, знакомиться с этническими традициями и ценностями других народов. Участниками смены стали 100 молодых людей различных национальностей в возрасте от 15 до 20 лет из всех муниципальных образований Смоленщины. Пятидневная смена насыщена мастер-классами, спортивными соревнованиями и лекциями. Для ребят организуют круглые столы, творческие мастерские и деловые встречи с известными людьми. По окончанию сборов участникам вручат сертификаты о получении дополнительного образования. А теперь коротко о погоде. 12 сентября будет солнечно, днем плюс 23, ночью плюс 12. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами был Виталий Волков. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!